Всем привет! Продолжаем путешествовать по моему маленькому городку, моему Васильевскому острову, 16 линия, дом 9. Хочу показать вам здание. Петербургские немцы решают увековечить царя-реформатора. Немецкая диаспора предлагает открыть на Васильевском острове, где, в общем, постоянно жили традиционно выходцы из Германии, новую мужскую больницу в памяти русского царя. Обязательно для обслуживающего персонала должно быть знание русского, немецкого и дополнительно могут стать финский, шведский или английский язык, не имущих любой национальности в больнице лечили бесплатно. Со временем к учреждению приснили несколько смежных участков по 15-16 линии, решили на нем построить доходный дом для того, чтобы как-то пополнять кассу медицинского учреждения. Стройкой руководил архитектор Александр Гимпель, немец по происхождению. Практически дом был воздвигнут за один строительный сезон в 1908 году. Кирпич декоративный для облицовки фасадов доставили из фронтута на майне. Цоколь выложен щепой из серого гранита. Поверхность стены покрыта серой зернистой штукатуркой. Равновеликие проемы, более десятка разных типов, расположены в сложном ритме. На верхнем этаже проходит неровный ряд узких окон. Два резолита неравной высоты соединены балконом, а левый выступ дополнен трехгранным эйркером, который вклинивается своим малым щипцом в угол большого щипца, резко заостряющим силуэт здания. Вот так написано на сайте CityWalks, данными которой я пользуюсь. Стиль, конечно же, модерн. Такой махровый, я бы сказал, модерн. Северный, северный модерн. На каждом этаже здания располагалось всего одна-две квартиры, всего было 10-11 комнат. Первым жильцом стал Лев Аристидович Касса, молдавский боярин. Он получил образование в Париже, в Берлине, стал министром просвещения Российской империи, кстати. Он считался одним из лучших юристов империи, специалистом в вопросах гражданского права. И, в общем, его достаточно часто в то время критиковал Владимирович Ленин. Закончил он не очень хорошо, стал жертвой антирусских настроений. В момент начала Первой мировой войны. Немецкая черндж жестоко избила не только члена Госсовета Шрейбера, а также министра народного просвещения Касса. Так писали газеты того времени. Не оправился от полученных травм и скончался. Так вот, к дому переходим. Скорее германское благотворительное общество ликвидирует. Война, понимаешь. Александровская больница переходит на русский язык в дело производства. Открывает эвакционные палаты для 160 увечных воинов. Но все же соседний дом медицинского учреждения сохраняет, продолжает задавать до 1917 года. В квартиру господина Касса на первом этаже переселяется метеоролог Александр Михайлович Шинрог. Он и раньше жил на Васильевской острове на 19-й линии. В общем, он был любитель наблюдать за наводнями. И именно он подробно описал разливы Невы. Предложил способ прогнозировать такие разливы. Именно Александр Михайлович Шинрог одним из первых опубликовал сводку наблюдений в момент падения Тунгусского метеорита. И имя Шинрога носит мыс в Карском море, гора на острове Западный Шпицберген. Награжден он орденами Святого Станислава 2-й степени, Святой Анны 2-й степени и Святого Владимира 4-й степени. Такой знаменитый человек. Такие вот замечательные люди жили в этом доме. В 30-х годах его уплотняют. А как уплотняют? Заселяют квартиру его же учеников. Физик Матвей Бронштейн и товарищ Шинрога, филолог Рейсер, с которым познакомились. Они читали в читальном зале Киевского университета в 1924 году. А вот как говорит заведующий теоретическим отделом Ленинградского физиотехнического института Френкель о 23-летнем Бронштейне. Бронштейн является исключительно талантливым физиком-теоретиком, широкими интересами, большой инициативой и чрезвычайно большими познаниями. Я не сомневаюсь, что он будет одним из наиболее ценных сотрудников теоретического отдела института и лаборатории. Вот такие слова о нем говорили. Надо еще сказать, что Бронштейн пробовал себя в литературе, писал неплохие стихотворения, эпиграммы. В конце июля 1937 года он уехал лечиться в Кисловодск. Его забрали в НКВД, допрашивали в киевских застенках. А затем, как особо опасного преступника, отправили под усиленным конвоем распоряжение Ленинградской ОНКВД. Его сокамерники говорили, что это был очень интересный человек. Его пытали, как об этом говорили сокамерники. И по свидетельству соседа, после последней пытки он находился в состоянии сильного отчаяния, что оговорил себя. Надо сказать, что его жена Лидия Чуковская, это дочь Чуковского писателя, и сам Чуковский оставался в полном невидении об участи своего взятия. Писал письмо даже вождю Сталину. Вот видите, ничего не получилось, и лично попросил Сталину ознакомиться с делом арестованного Бронштейна и вмешаться в это дело. Но вскоре, после встречи с руководителями, они сообщили, что ничем помогут не могут, потому что Матвея Петровича Бронштейна уже нет вживую. Вот так вот суд к Бронштейну состоялся в 1937 году. Заседание длилось 20 минут. Он был обвинен в активном участии в контроляционной фашистской террористической организации, и приговорен к высшей мере наказания расстрела с конфискацией всего личного имущества. Решение суда исполнено в тот же день, через 15 минут после оглашения приговора. Тоже судьба. В 1931 году Алисамовская больница превращена в психиатрическую клинику. Вот практически все, что я смог узнать. В частности, я пользовался докплеером, сайтом, частично его данными, частично я, как правило, пользуюсь CityWalls, сайтом, хороший ресурс. И книга Никитенко Соболь, «Дома и люди» Васильевского острова. Хорошая книжка, интересная. Ну, в общем, вот и все об этом доме. 16-й линии, дом 9. Все, всем пока, всем привет, до свидания.